Приветствую вас, друзья, приветствую вас на нашем канале Сады Мира. С вами, как всегда, я, Татьяна, и мы на фермерском хозяйстве семьи Меландри. И сейчас полным ходом идёт сбор урожая груши сорта Кармен. Я вам в недавнем видео сказала, что это сорт Вильям в преддверии сбора урожая, и меня неправильно проинформировали, это сорт Кармен. И сейчас идёт полным ходом сбор урожая. Груша сейчас как раз коммерческой спелости. Мы чуть попозже пойдём посмотрим, как проходит сбор урожая. И буквально через неделю, если сейчас они её не соберут, ценник на неё уже будет другой, потому что она уже будет более спелая и не сможет храниться долго в холодильнике. Ну и сейчас немножко о деревьях. Деревья семи лет здесь на подвое. Фарольд 69. Это довольно-таки вегетативный подвой. И деревья высокие. Я вам хочу сказать, достигают высоту примерно до пяти метров. И дистанция между деревьями примерно составляет три метра. Сейчас уже посадки делают более интенсивные и делают на другом подвое. Название его укажу я вам в описании под видео. Где расстояние, это уже в новых посадках, интенсивных садах, делают дистанцию примерно метр сорок между деревьями. Ну и, соответственно, и высоту они менее рослые. Это делается для того, чтобы было максимальное удобство для сбора урожая. Чтобы не использовать технику, вот как используют в данной сборке урожая, вот такие платформы. И чтобы как можно больше сэкономить фермерам, сейчас используют в сады менее вегетативные подвои. Ну, а с деревьями, наверное, уже всё. Я вам забыла сказать, что в ряду, между рядами расстояние примерно 4,5-5 метров. И, как я уже говорила, в ряду примерно 3 метра дистанция между деревьями. Ну, а сейчас мы проследуем дальше и посмотрим, как проходит сбор урожая. И какой калибр у груши всё-таки коммерческий. Ну, и сейчас мы рассмотрим, как идёт уборка груши Кармен. Здесь идёт платформа для сбора урожая. Вот здесь, скажем так, мы назовём его средний этаж. Здесь убирает один человек. И чуть выше макушки убирает другой человек. Поэтому у них происходит, скажем так, два яруса уборка урожая. Вот двигается она автономно. Здесь задаётся режим, и она по-другому двигается. Самостоятельно. Её ввести не надо. Вот, что касается груши, то коммерческий размер это 55 и больше. Естественно, размер 65 и 55, как мы сказали, будет цена вдвое выше. Сейчас идёт разгрузка контейнеров. Сейчас давайте посмотрим, как это происходит. Ну, а здесь у нас уже груша выбракованная. А брак её заключается в чём? В том, что она чуть мельче. Вот она чуть мельче. Либо она вот так поедена пчёлками. Либо, сейчас я вам покажу, что у нас делает азиатский жук. Вот такие вот оставляют укусы. И потом плод растёт вот такой деформированный. Это тоже идёт в брак. Брак в этом году тоже, говорят, собирают у фермеров. Но цена, конечно, вот такой тоже будет брак. Казалось бы, да, очень даже. И забирают вот этот брак. Ну, здесь уже, конечно, уже экстра. Да, ну, казалось бы, вот такие вот незначительные дефекты. Тоже у них забирают, но по цене смешной. Максимальная цена, как мне сказали, будет оценена такая фрукта максимум в 15 центов. Так что, а бывают годы, когда её оценивают по 3-5 центов. И если у вас есть вот такие вот тоже моменты, это говорит о том, что азиатский жук или мраморный жук его у вас называют. В Италии его называют клоп-азиатский жук. На них сейчас нашествие, очень сложно от них избавиться. Когда они садятся на плоды, оставляют свой след, и вот потом вырастают вот такие вот дефектные плоды. Естественно, они будут выбракованы. На макушке, как правило, самые крупные плоды. Их, конечно же, убирают сразу же, сходу, в другой контейнер. Для того, чтобы собрать более крупные плоды, более красивые, они оцениваются уже по более высокому ценнику. Ну, а плоды размером примерно 55-60 уже идут, конечно же, по другой цене. Их основная масса, и они идут в основной контейнер. Ну, а крупные плоды сразу же отделяются и собираются в другой контейнер. Ну, и, конечно, я просто уверена, что вас наверняка интересует процент выбраков груши. То это составляет примерно 20%. То есть из 10 тонн хорошей, классной груши, выбраков будет брака примерно 2 тонны. Так что делайте подсчеты сами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...